Ехали автобусы, пожарные, ручной уклад спустили. Это фрагмент видео записанного пассажиркой рейса уральских авиалиний. Airbus A320, на борту которого находилась она и еще 160 человек, летел из Сочи в Омск. Самолет совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области России. Когда мы кружили над Омском, заподозрила, что что-то идет не так. А совсем понятно стало, когда долго и медленно двигались над водоемами. Люди тоже заподозрили. Какое-то предчувствие было у многих при вылете, посадку на борт задержали. Перед приземлением многие пассажиры громко читали молитвы, своими словами просили помочь. Когда мы приземлялись, была тряска. Лариса Сафонова, пассажирка самолета Airbus A320, в комментарии изданию Сибириалии. Власти региона заявили, что у авиалайнера возникли проблемы с гидравликой. Но пока к однозначному выводу, что могло стать причиной экстренной посадки, прийти невозможно, говорят авиаэксперты. Однако то, что подобных ситуаций, возможно, и с более трагическими исходами будет больше, сомнений не вызывает. Причина – западные санкции. Они получают какие-то контрафактные детали, какие-то детали, условно, сделанные на 3D-принтере. В общем-то, заменяют ими реальные сертифицированные детали. Производят ремонт, допустим, в Иране, 30 лет под санкциями в Иране. Возможно, в Турции что-то делают, какой-то ремонт. В Казахстане через них получают какие-то запчасти. Но вечно так длиться не может. Ну, еще год, ну, два еще. А потом, собственно, посыпятся. Европейские и американские компании не проводят техническое обслуживание самолетов и не поставляют в Россию запчасти. У всех центров обслуживания авиационной техники в России отозваны лицензии. То есть любой ремонт самолета, проведенный на территории страны-агрессора, нелегален. После перерегистрации бортов в российском реестре воздушных судов их не страхуют. А без страховки вылетать за границу запрещено. Кроме того, Россия отрезана от программного обеспечения СИТА. Его можно сравнить с воздушно-транспортным интернетом. А российских летчиков больше не учат на западных тренажерах и симуляторах. Западные санкции сделали гражданскую авиацию России бесперспективной и опасной. Но проблемы в сфере – это в том числе последствия целенаправленной политики Кремля. Гражданское самолетостроение принесено в жертву военным. Если в 2021 году построено 19 пассажирских самолетов, то в 2022 году всего 10. И то они сейчас находятся на минимуме двигателей. То есть ставят уже бэушные двигатели, потому что из-за санкции поставки самых наиболее важных частей двигателей к этим самолетам, они, в общем-то, запрещены. Многие пассажирские самолеты в российских авиапарках аварийные и ситуация постоянно ухудшается, пишет Центр стратегических коммуникаций. По мнению аналитиков, аварийные посадки на полях России участятся, так как лайнеры уже находятся в неудовлетворительном состоянии. Россия использует для пассажирских перевозок западные самолеты, которые она фактически украла. Россия подвергает своих пассажиров смертельной опасности, продолжая эксплуатировать аварийные самолеты. Рейс Сочи-Омск мог закончиться настоящей катастрофой. Такая же перспектива ждет и другие российские рейсы. И сообщение Центра стратегических коммуникаций в Телеграм. Важный элемент воздушного транспорта в России – это вертолеты. Часто только они могут попасть в труднодоступные районы страны. Однако проблем с вертолетами не меньше, чем с самолетами. В острой нехватке двигателей для винтокрылых машин признаются в российском Минпромторге. В стране-агрессору нужно больше 500 двигателей в год, а производится их около трех сотен. Причем большую их часть используют в военной авиации для продолжения агрессии против Украины, а не для гражданских нужд. Валерия Никипелова для телеканала «Фридам». Поговорим как раз. Ну да, вот в нашем материале звучало о будущем российской гражданской авиации. Да, мне кажется, тут уже стоит говорить о настоящем, потому что уже есть президенты, которые заслуживают внимания, что происходит. Константин Криволап, авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро «Антонов» с нами на связи. Мы очень рады вас видеть. Доброе утро. Доброе утро, приветствующих. Да, мы можем говорить и о будущем, но все же хотелось поговорить о том, что сейчас происходит с российской авиацией. Я не буду повторять то, что происходило с пассажирским рейсом, в частности, один из последних случаев уральских авиалиний и так далее. Все-таки, по вашему мнению, главная причина в том, что что-то происходит все-таки с авиацией Российской Федерации. Это в чем главная причина? В том, что все-таки санкции работают, которые, да, там против авиации нет, но есть противоопределенного вида тех же элементов, которые необходимы для авиации. Но вот сейчас Российская Федерация не может их приобретать в том количестве необходимым, поэтому очень часто те же лайнеры или Боинги, ну, не могут получить то необходимое, извините, что так говорю, но медицинской помощи, в частности, в виде запчастей и так далее. Что же происходит? Что главная причина вот этих всех случаев, о которых говорили наши коллеги в материале? Ну, я сначала скажу, отвечу на ваш вопрос на иронию, там, по поводу, есть ли будущее. Будущего нет, поэтому говорить там, особенно, будущего Российской Федерации нет. Вы слышали, как я сказала? Я же поэтому сказала, наверное, нам уже стоит говорить не о будущем, а о настоящем, потому что как раз в будущем там, ну, нет смысла пока. Поэтому говорим о настоящем. Да, вам, да, продолжаем. С тех пор, как Россия украла лизинговые самолеты, и когда с началом активных боевых действий начались, был просто запрет на передачу, продажу, транспортировку, все что угодно, связанное с запчастями, то, начиная с этого момента, ситуация вся начала резко ухудшаться. В чем, как бы, в чем, в чем корень? Есть такая международная организация обеспечения авиационной безопасности, она называется ИКАО. Это Международная организация гражданской авиации. В 1944 году люди, которые понимали об авиационных перевозках, собрались там в Чикаго и решили, что дальше надо решать, как делать так, чтобы пассажирские перевозки были безопасными, как унифицировать все стандарты, все процедуры поведения в различных ситуациях, как расследовать летные происшествия. В общем, это такой полноценный, задача была создать полноценную такую совокупность процедур и регламентов и всего остального, по которым весь мир будет летать безопасно. И вот Россия из этого всего пула, Советский Союз в него вошел в 70-м году, а Россия из этого пула выпала, ну, фактически, начиная там с 24 февраля прошлого года. Что основное в этой системе? Что каждый самолет, перед тем, как перейти в эксплуатацию, должен получить сертификат летной годности. Это сертификат, в котором говорится, что он соответствует тем параметрам, тем документам, тем, если хотите, чертежам, по которым изготавливались детали, проверяли все материалы этих деталей. То есть на самолет вы не можете поставить гайку, не проведя ее сертификацию у разработчика и у производителя. Да? Вот я на чем, так сказать, акцентирую внимание. Вы не можете эту сертификацию, вы не можете продлить сертификат летной годности. А россияне приняли решение, что они могут продлевать по своему усмотрению эти сертификаты летной годности, и все будет хорошо. Но для продления сертификата там должны становиться, устанавливаться сертифицированные детали и узлы. А на них были наложены санкции. С одной стороны, есть информация Reuters о том, что там за это время в Россию было импортировано на миллиард 200 миллионов, я не оговорился, миллиард 200 миллионов запчастей. Есть информация о том, что в мае в Соединенных Штатах Америки было возбуждено дело против двух российских предпринимателей за попытки закупки частей для Боингов и Аэрбасов для России. Они якобы собирались это делать через Малайзию, но там разобрались специалисты в этом вопросе, поняли, что там никакой Малайзии близко и не пахнет. Поэтому их арестовали, и им грозит 20-летний сроки заключения. То есть Америка и вообще весь цивилизованный мир, который подтверждает стандарты ИКАО и живет по нормам ИКАО, они очень негативно относятся к подобным вещам и очень серьезно преследуют за эти вещи. В то же время есть громадное количество информации о том, что запчасти поставляются через Малайзию, через Индонезию, через Объединенные Арабские Эмираты, через Саудовскую Аравию, через Турцию. Но вот регламенты, которые там должны проводиться для подтверждения сертификата в летной годности, это вся совокупность организационных и технических процедур. Вот эти все действия, они имеют различные сроки, ну как бы в действительности, начиная от трех месяцев и заканчивая годовыми. Так вот Россия уже больше полутора лет живет вне закона. И поэтому эти все события, частота этих событий будет увеличиваться. Если, там помните, были события в Пулково, когда что-то не могли самолет отправить. Потом совсем недавно из Пхукета не могли отправить в Иркутск, по-моему, самолет компании, что-то типа Пегас или что-то такое там, бывший ИКАР. Потому что у него вышел из строя датчик метеообстановки. Недавно было сообщение о том, что не могли вылететь из Шереметьево в Турцию. Туристы там страшно жаловались, как это такое, мы там билеты купили, а нам самолет не дают. А проблема была именно там по технической поломке самолета. Ну и вот это вот последнее приземление, оно мне как-то не совсем вообще понятно с точки зрения логики принятия решений. и соответствующих действий пилотов и диспетчеров. Не совсем понятно, но не совсем логично. Но подобные события будут происходить все чаще и чаще. Они будут, вот это для россиян закончилось благополучно. Потому что, понимаете, вероятность посадки самолета с выпущенным шасси на поле и фактически нет серьезных там разрушений, повреждений, возгораний, пожаров и все остальное. Но это скорее всего чудо, чем закономерность. Хотя там руководитель этой компании, владелец этой компании что-то заявлял о том, что мы такие вещи можем совершать любыми нашими пилотами чуть ли не каждый день. На самом деле это удивительно. Потому что, ну, представляете себе, стойка шасси, которая пашет на глубине полметра, это поле. Это, ну, прокидывающие моменты там сумасшедшие, неустойчивости там сумасшедшие. Там что-нибудь попало бы под колесо или куда-то еще. Это было бы все кошмар и ужас. Это были бы обломаны крыло, было бы. Это было бы разрушение там горизонтального оперения. Скорее всего, вываленные стойки шасси. Ну, это должна была быть очень серьезная катастрофа. Значительно меньшее, почему я говорю, что я не совсем все понимаю в этой ситуации, значительно меньшее последствия были бы, если бы они плюхнулись на полосу и выкатились бы за полосу, там даже проехав там 200-300 метров после окончания взлетно-посадочной полосы. Поэтому мы ждем новостей этих. Они будут ухудшаться. Я бы не советовал там россиянам пользоваться услугами собственных авиалиний, следовать примеру их главного вождя Владимира Владимировича, который ездит в основном на бронепоезде. Их брата, друга, Ким Чин, этого, как его там зовут дальше уже, трудно произнести, который тоже приезжает на встречу с Владимиром Владимировичем на бронепоезде. Ну и кроме того, есть еще там такая лошадиная тяга, там повозки. И вот пора к этому привыкать. А вот летать самолетами, это будет смертельно опасно. Знаете, как сказал ваш коллега, участник Львовского оборонного кластера Кирилл Новиков, авиаэксперт, он в свое время тоже сказал, что пассажиры в России на самом деле сегодня сами делают выбор, но они должны понимать, что авиапассажиры, он имел в виду их, это самоубийцы на сегодняшний день. Ну, потому что никто из них на сегодняшний день не застрахован из тех случаев, которые наши коллеги озвучивали и в материале, и вы сейчас, за что вам огромная благодарность, тоже некоторые из них вспомнили, что на самом деле происходит. Да, да, можем вспомнить и тот самолет, который сел в поле под Новосибирском. Там, я насколько помню, был отказ зеленой гидросистемы. Да, тоже, на самом деле, ситуация для Аэрбаса такая себе, и также и для Боинга, поэтому мы прекрасно понимаем, что сейчас каждый из тех, кто готов сесть на борт, ну, все-таки должен понимать, что то, к чему привел Кремль и в вопросе авиации, в частности, все-таки чревато серьезными последствиями, потому что, ну, сегодня сели в поле, завтра не успели сесть в поле. Ну, говорим так, как есть, потому что все прекрасно должны понимать, что все-таки состояние самолетов российских авиакомпаний на сегодняшний день, ну, достаточно такое непростое и плачевное. Да, Константин, а что с авиапромом? Вот интересно, меня всегда интересует, если за 30 лет после того, как закончился Советский Союз, они продолжают производить там ракеты, истребители, бомбардировщики, наверное, тоже делают, да? Почему они не делают гражданских самолетов? Ну, вот, скажем, технически возможно ИЛ сейчас сделать новый или ТУ? Ну, знаете, вообще вот я воспитан в таких традициях, что невозможного нет. Если это возможно сделать, то это возможно сделать, но не всем. Вот им это вряд ли удастся. Почему? Потому что, ну, начнем так, с бомбардировщика. Самый простой вопрос. Последний ТУ-95, по-моему, был в 94-м году модернизирован, улучшен, выпущен и все. Дальше все это производство было просто утеряно. И фактически единственное реальное серьезное производство, которое до сих пор осталось, это производство в Комсомольском Амуре, это производство компании «Сухой». И там они за практически 15 лет выпустили аж 200, где-то 230 «Сухой Суперджет». Сейчас этот «Сухой Суперджет», причем я знаю эту историю с самого начала, таким как-то случайным образом получилось, что я встречался с людьми, которые пытались финансировать этот проект. Я объяснял, что у вас мало чего хорошего получится, потому что у вас нет сети распространения запчастей, вы не вошли в эту мировую логистическую систему. Но худо-бедно за 15 лет они выпустили где-то порядка 230 этих «Сухих Суперджетов». Он на 70% состоит из импортных запчастей. Фактически, что делает «Сухой»? Фактически «Сухой» цепляет к собственному фюзеляжу, который они собирают. Это реально то, что делается там. К фюзеляжу и крылу он цеплял иностранные двигатели, он цеплял все иностранное оборудование. Стойки шасси там делались из многих компонентов, которые были покупными. Ну, это не полностью все стойки шасси, некоторые ленты. Но это не имеет значения. Но их было выпущено 230 штук. Самолет был признан очень проблемным. У него было очень много различных ситуаций, неприятных происшествий, катастроф и прочее, прочее, прочее. И его где-то к 2019 году фактически его сняли с производства. Производство было закрыто. И вот сейчас они смогли его поднять, пролетать на нем 40-50 минут. Были страстно счастливы о том, что они вообще смогли его поднять, и что он вообще летит. Это для самих россиян, по-моему, было удивлением. Для самих заводчан, по-моему, они были сами шокированы такой удалью своей, такой удачей. Других самолетов, у них там долгое время в разработке находился так называемый МС-21. Межрегиональный самолет там 21. И долгое очень время они пытались к нему сделать двигатели. Двигатель ПС-14, по-моему, они так его называли там. Ну, в общем, ничего пока хорошего из этого дела всего не получилось. Поэтому какая у них ситуация? У них ситуация... Почему говорят, что у российской авиации сейчас нет будущего, у гражданской авиации нет будущего? Потому что, с одной стороны, парк иностранных самолетов, которые они там фактически украли, он близится к завершению, к своему завершению жизненного цикла, потому что если его не обслуживать, если не проводить регламенты и все остальные виды работ, не проводить замену запчастей, а двигатели, как правило, имеют значительно меньший ресурс, в разы в 3-4-5 раз, меньший ресурс, чем все остальные системы, то если это все не будет ремонтироваться и заменяться, оно становится просто угрозой для окружающей среды. Куда смотрит Гринпис и все остальное. И все остальные. Поэтому... А с другой стороны, у них нет производства собственных самолетов. И ни компании Туполева, ни компании Льюшина, те, которые там сверкали предыдущие десятилетия, можно сказать, уже скоро 100 лет, они не способны, у них нет машин, которые можно делать, у них нет комплектующих для этих машин, у них нет оборудования, у них нет приборов и всего прочего, что есть. Я вам скажу больше, что сейчас российские летчики, прилетая, пилоты, прилетая на этих гражданских самолетах в какую-нибудь страну, лишенные авиационного свифта, так называемого, они привозят чемоданы денег для того, чтобы рассчитываться с аэропортом. То есть они везде как изгои. И самолеты у них не сертифицированы непродленными сертификатами. И сами они как дикие люди там приезжают с этими чемоданами денег. Поэтому ничего хорошего там в ближайшее время быть не может. Может быть только плохое. Но жалко россиян, советую не летать. Последний вопрос такой. Это я неправильно сказал. Россиян мне особенно не жалко, если честно. Хотелось такой уточняющий вопрос. А как с гражданской авиацией в Иране? Они тоже под санкциями. 40 лет назад, да? Их тоже никто никак. Однако же, кажется, самолеты летают. И даже авиакомпания есть. Махан-Эйр называется. На чем они летают? Почему у них есть самолеты? Ну, во-первых, они летают на старых самолетах. На старых модификациях. И кроме того, Иран все эти 40 лет, проживая под санкциями, очень хорошо научился с этим делом бороться. Завозить по различным схемам. Через различные страны. Иран же неизолированная страна. Иран, в него есть куча коммуникаций с соседями и не соседями. И очень много иранских специалистов училось в советских вузах. А потом в российских вузах, в украинских вузах. Хотя говорят, что они изолированы. Не настолько они изолированы. Наши специалисты ездили в Иран для того, чтобы осуществлять ремонты, как они назывались, теплоэлектростанции, которые там от ротора, статора, все это тяжелое электромашиностроение. Ездили, фактически до самой войны ездили туда в командировки, занимались этими ремонтами. То есть я хочу сказать, что там такой вот изоляции, чтобы вот совсем там вот как палата в сумасшедшем доме, там с затворами, с закрытыми дверями, там такого нет. И какие-то детали они вроде бы как научились делать сами, но в основном они все покупают дорого. Да, недорого, неудобно, но покупают. Я вам скажу даже, вы смотрите, мы говорим Иран, что им там они изолированы. А до сих пор есть информация о том, что некоторые американские компании получают слябы из титана для производства стоек шасси из России. До сих пор, несмотря на военные действия, несмотря на все режимы санкций и прочего. Почему не объявляется война? Потому что война, объявление войны невыгодно прежде всего там бизнесу. Потому что объявление войны, это как бы прекращение всех отношений. А когда у вас проводится специальная военная операция, то вы продолжаете там торговать со всем миром, как ни в чем не бывало. Не надо думать, что санкции оказывают какое-то сумасшедшее влияние и давят экономику в России. Этого очень бы хотелось, но, к сожалению, это не совсем так. По некоторым аспектам там достаточно все серьезно, большие проблемы. Но это не везде так давит на Россию, как нам хотелось бы давать себе в этом отчет. Константин, огромное вам спасибо за участие в нашем эфире. Константин Криволап, авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро Антона был с нами на связи.